Друзья, всем привет! Сегодня в новостях. Несколько европейских государств поплатились за введение санкций. Об этом рассказали журналисты из Китая. Западные страны за последние несколько лет вели тысячи санкций с целью лишить нас основных источников дохода. В числе поддержавших эти меры были Дания, Испания и Нидерланды. Они не высказывали ничего против принятия санкционных пакетов и с готовностью за них голосовали. По словам китайских журналистов, недавно эти страны оказались в весьма неприятной ситуации. Такие данные приводит издание Тинцент. Складывается кошмарная ситуация для ряда стран ЕЦ, отмечают авторы китайского издания. Китай, в ответ на недавнее решение ЕЦ резко повысить пошлины на ряд китайских товаров, пошел в контратаку. Китайские власти начали антидопинговые расследования в отношении европейских поставщиков свинины и их внимание привлекли три компании – датская Danish Crown, испанская литера МИАТ и нидерландская Вион Бахтел. По итогам расследования Китай может запретить им поставлять свою продукцию на китайский рынок. Китай является крупнейшим в мире потребителем и импортером свинины. В прошлом году страна потратила 6 миллиардов долларов на закупку иностранной свинины и большая ее часть поступила из стран ЕЦ, сообщают обозреватели Тинцент. В Китае отметили, что запрет китайскими властями на поставку свинины станет крайне неприятным событием для Дании, Испании и Нидерландов. Эти страны рискуют потерять контракты на сотни миллионов, вместе с этим на внутреннем европейском рынке может начаться коллапс. Однако одним лишь этим неприятности для стран ЕЦ не ограничиваются. Как оказалось, отношение к происходящему имеет Россия и ее президент Путин, который незаметно и аккуратно наказал ЕЦ за санкции. Китай не стал бы и думать о запрете свинины из ЕЦ, если бы у него не было альтернативных поставщиков. И он нашелся в лице России. Власти Китая недавно сняли запрет на поставки свинины из РФ, который действовал много лет. На этом фоне российская продукция хлынула на китайский рынок и начала завоевывать там популярность. Сегодня она теснит товары европейских производителей. Такая ситуация вызывает недовольство и недоумение в ЕЦ, ведь еще совсем недавно Россия не помышляла об экспорте и сама закупалась свининой в европейских странах. Российские поставщики хотят увеличить свою долю на рынке свинины в Китае, отмечают обозреватели Тинцент. После того, как Запад ввел свои санкции, в России взяли курс на импортозамещение и эта ставка сработала, по крайней мере, в сельском хозяйстве. РФ начала производить так много мяса и зерна, что готова не только обеспечивать свои внутренние потребности, но и поставлять часть товаров на экспорт. Планы у РФ большие, в том числе и на китайский рынок. Европейским производителям будет непросто с ней там тягаться. Друзья, чтобы не пропустить свежие новости, обязательно подпишитесь на канал. Внезапная новость. Кишинев отказался принимать пакет санкций ЕС. Заявил об этом сам глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Борель. Представители республики рассказали, что присоединились к 80% всех санкционных ограничений. Что же в итоге пошло не по плану? Злорадствовать в данной ситуации рано. Для Евросоюза бойкот Молдовы, скорее всего, никаких серьезных проблем не доставит. Да из чего бы им возникать, Брюссель полностью контролирует политические элиты страны. Даже больше, ЕС обладает удобной возможностью их выбирать, основываясь на своем главном принципе взаимодействия с государствами вроде Молдавии, постепенно вгонять его в зависимость, оставляя ресурсы для поддержания минимальной дееспособности. Молдавское правительство при этом безропотно выполняет поручения своих покровителей, особенно не заботясь ни о благополучии собственной родины, ни о благосостоянии граждан, ни о развитии торговли или промышленности, словом, вообще ни о чем. Поэтому резкий откат в сторону России есть скорее вынужденная мера, нежели реальное желание глав республики. Эта самая мера объясняется тем, что страна без Москвы выживать просто не может, приходится себя пересиливать и нехотя, попутно скрипя зубами, жать руку соседу. Так, Молдавия продолжает практически без ограничений использовать российский газ даже несмотря на многолетние поиски альтернативных источников голубого топлива. Перестать закупать его нельзя, страна рискует впасть в настоящую гуманитарную катастрофу. Торговые отношения между Молдавией и Россией сейчас фактически на нуле. Праздновать тут нечего, причем для обеих сторон. Однако Кишинев не устает радостно докладывать Евросоюзу, мол, да, овощи и фрукты уже не возим, сельхоскультуры не возим, вина так и подавно. Правда, по каким каналам сбывать молдавские вина после прекращения экспорта в РФ непонятно. Европейский рынок занят продукцией французских и испанских винзаводов. Ответственность за положение дел внутри республики молдавское правительство традиционно перекладывает на Брюссель. Санду по своей сути абсолютно бездарный политик. Трудно припомнить хотя бы пару ее инициатив, которые впоследствии были адекватно реализованы. Сам за себя говорит и просто повально отрицательный рейтинг. Президент среди населения явно не пользуется авторитетом. Интересующий многих вопрос, а что там с молдавскими долгами за наш отечественный газ? В Кишиневе по этому поводу молчат уже около полугода, так будут в итоге возвращать деньги или нет? Задолженности перед Газпромом у республики две, своя и Приднестровская. Вторую Молдавия будто бы и не собирается закрывать. Мы, в целом, пока что и не настаиваем. А вот со второй частью ситуация сложная. Еще три года назад Кишинев обязался провести газовый аудит, однако мероприятие Молдавии было отложено, а сроки организации мероприятия, соответственно, нарушены. Демарш Молдавии в ЕС оказался лишь показным жестом. Отказавшись поддержать санкции, страна как будто сделала одолжение и России, и своим партнерам по ЕС. Ситуация свелась к тому, что Майя Санду неожиданно вспомнила о долгах за российский газ, который, по всей видимости, никто не готов оплачивать. А зря, ведь Москва помнит о феноменальной сумме, которая задолжена Газпрому. Заявление Жозепа Бореля, главы внешнеполитической службы ЕС, о том, что Кишинев отказывается принимать пакет санкций, вызвало неожиданный резонанс в мировом сообществе. Представители Молдавии признали, что, несмотря на присоединение к 80% санкционных ограничений, в процессе произошел сбой. И этот сбой оказался не так очевиден для многих. Однако потирать руки в данной ситуации рано для Евросоюза Димаш Молдавии, скорее всего, не принесет серьезных проблем. Брюссель полностью контролирует политические элиты страны и имеет возможность выбирать их, поддерживая минимальную дееспособность. Молдавское правительство безропотно выполняет указания, не обращая внимания на благополучие страны и граждан. Впрочем, все главные люди хорошо устроились, а простые могут и подождать до лучших времен. Откат Молдавии в сторону России скорее является вынужденной мерой, чем реальным желанием глав республики. В этом контексте особенно важно напомнить, что страна вынуждена использовать русский газ, несмотря на долгие поиски альтернативных источников. Отказ от нашего газа грозит молдаванам гуманитарной катастрофой. Вот Майя Сандус крыжища зубами и жмет руку Москве, лишь бы только создать перед народом видимость добрососедских отношений с Россией. Торговые отношения между Молдавией и Россией фактически находятся на нуле. На этом фоне экономика республики заметно пошатнулась. Ответственность за сложившуюся ситуацию правительство Молдавии перекладывает на Евросоюз, игнорируя собственную неэффективность. Президент Майя Санду получает критику за бездарное руководство и низкий авторитет у населения. Но другого выхода нет. Однако главный вопрос, который беспокоит многих, это ситуация с долгами за русский газ. Кишинев молчит по этому поводу уже полгода, не внося ясности относительно возврата долга. Пока что Молдавия не собирается закрывать долг перед Газпромом, подвергая экономику страны серьезным риском. Оказывается, три года назад правительство Молдавии обещало провести газовый аудит, но затянуло этот процесс, нарушив сроки. Вместо выполнения своих обязательств перед Россией молдавские власти организовали конференцию с участием западных стран, игнорируя Кремль. Евросоюз, похоже, научил Молдавию играть по своим правилам, не требуя выплаты долгов России. Таким образом, Кишинев встал на путь отказа от честных выплат, поддерживаемый Евросоюзом. Майя Санду внушили, что отдавать долги не лучше решения. Впрочем, ЕС тоже не планирует отдавать долги. Несладко придется будущим лидерам Молдавии, которые столкнутся с горой проблем, созданных Санду. Пока что Москва не давит на Кишинев, но после предстоящих выборов в 2025 году ситуация может резко измениться. Друзья, чтобы не пропустить свежие новости, обязательно подпишитесь на канал.